ЗА НИМ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! В этом видео буду собирать крутую огнетурель Светлячок из игры Кроссаут. Она будет сделана полностью из металла и будет управляться дистанционно. Когда еще как не сейчас реализовать проект постапокалипсиса, когда багги находятся на данном этапе сборки? А свою багги с безумной пушкой ты можешь построить в игре Кроссаут. Там полно деталей и есть безумный крафт. Кроссаут – это брутальный экшен, в котором ты можешь собрать свою машину смерти и сотен уникальных деталей. Суровый постапокалиптический мир бросит вызов твоим навыкам. Смастери танк, юрки багги или пылающую колесницу. Не отказывай себе ни в чем, ты можешь обвесить свое творение чем угодно, начиная от классических цепных пил, заканчивая лазерными пушками. Широкий выбор красок, наклеек и трофеев поможет придать твоей тачке уникальный вид. Участвуй в яростных схватках с другими игроками, проходи захватывающие рейды с друзьями и побеждай исполинских левиафанов. Найденные на просторах пустоши детали можно не только использовать для улучшения машины, но и продавать на внутриигровом рынке. Качай Крусаут бесплатно по ссылке в описании и получи крутые бонусы. Начал работу с опорной площадки, она будет иметь форму круга. Вырезал из листа металла для нее полосу и согнул ее в кольцо. После этого мне понадобится металлический диск. Большого циркуля у меня нет. За место него я взял электрод с карандашом и обвел с помощью него круг. После того, как соберу всю турель, сделаю основание поворотным. А пока, чтобы диск не ходил, прихватил его к кольцу. Из уголка напилил креплений для основания турели. Еще напилил косынок, чтобы все было как у оригинала. Щели закрыл обрезками прута. После станины занялся креплением горелки. У нее есть площадка, которая будет приварена к основанию. Напилил для нее деталей и просверлил отверстия в боковинах для оси горелки. Ось горелки будет вращаться на подшипниках. Их я отпилил от рулевой рейки, по-моему, от классической модели автоваза. Их корпуса приварил к ранее просверленным отверстиям. Пока крепление к основанию приваривать не стал. Перед этим нужно сделать уменьшенную копию 200-литровой бочки. С помощью большой трубы согнул корпус бочки. В получившийся цилиндр вставил диск и приварил на прихватки. Крышка у бочки будет съемная. Для нее к цилиндру приварил уголки с болтами. Нанес немного краски на шпильки, чтобы скопировать место отверстий на крышку. Ребра жесткости на корпусе сделаю накладные из раздвоенной алюминиевой трубы. Давно уже нужно сделать английское колесо для этих целей, но руки до этого дела никак не дойдут. Согнул заготовки в кольца и надел на цилиндр. Зажимом стянул хомут и зафиксировал болтами. То самое чувство, когда смотришь на уменьшенную копию 200-литровой бочки. Осталось только сделать для нее крепление к основанию. Кронштейн выпилил из пластины и приварил к нему каркас из полосы. К нему будут приварены еще полукольца, которые будут держать на себе бочку. Соединил их между собой и приварил к ранее сделанному кронштейну. Примерил бочку и уже после этого приварил снизу уголок для фиксатора. Для жесткости ко всей конструкции приварил арматуру в том же положении, как и оригинала. Теперь бочка находится на своем месте и сейчас можно приваривать крепление для горелки. Для горелки сделал коробку, в которой будет находиться подвижная ось. Все детали для горелки сделал из тонкого металла, чтобы в дальнейшем сервоприводу было не сложно управляться с такой махиной. Обернул вокруг трубы пластину, сварил и получил тонкостенную трубу подходящего диаметра. Из того же металла сделал переходник на мебельную хромированную трубу. Перед тем, как приварить трубу, нужно просверлить в ней 70 отверстий, тем самым получить кожух пассивного охлаждения. Насверлил мелких отверстий, потом рассверлил их ступенчатым сверлом. После кожуха идет переходник с надетым на него соплом. Для запальника взял также мебельную трубу, но диаметром поменьше. Сделал штуцер из болта и вварил его в трубу. Заглушку для трубы сделал сразу, с форсункой для газа. Горелка получилась неравновешенная, и чтобы сервопривод не сгорел, нужно ее уравновесить на оси. В заднюю часть горелки вставил противовес из трубы. Этого оказалось мало, пришлось в коробке разместить увесистую металлическую муфту. Также еще одну увесистую муфту вставил в трубу. Окончательно уравновесит горелку резервуар для газа запальника, который сделал из огнетушителя. Сразу на горелке сделал для него крепление с хомутами. Разрезал корпус огнетушителя на две части для размещения в нем газового баллончика, и просверлил в нем отверстие для винтеля, который взял от газовой горелки. Прикрепил его к корпусу баллона, вставил баллончик и зафиксировал резервуар на своем месте. Соединил шлангом резервуар и запальник, и проверил его работу. Механизм подачи топлива в горелку будет построен на пневматическом электромагнитном клапане, который будет пропускать через себя газ из баллона. Взял газ, потому что в каком-то плане он безопаснее, чем горючая смесь. Не хочу раньше времени спалить мастерскую, мне ведь еще нужно доделать баги. Взял запорный винтель от горелки и вкрутил в него тройник. Один конец-выход будет подключен к клапану, другой конец-вход будет подключен к компрессору, который создает давление и выбрасывает сжиженный газ наружу. Закрепил клапан в тисках и проверил систему в деле. Неплохо для рабочей уменьшенной копии светлячка. Пламя выбрасывается почти на 3 метра. Разместился компонент из системы в бочке и принялся приводить турель в движение. Начал работу с горелки, сбоку для сервопривода приварил крепление. Затем на подвижную ось приварил резьбу. Соединение оси и сервопривода будет выполнено этой деталью. Это гайка, на которую прикручена качелька от сервопривода. Накрутил гайку на ось и зафиксировал ее винтом. Для оси Y взял сервопривод с моментом в 40 кг. Подключил ее к передатчику, на который будет приходить сигнал от пульта управления. Горелка хорошо равновешена и сервопривод отлично справляется со своей задачей. Пришло время привести турель в движение по оси X. Срезал прихватки и снял верхнюю часть. Взял корпусный подшипник флянцевого типа. На нем будет вращаться вся турель. Для него вварил в основание два уголка. Разметил на них места отверстий и просверлил. Сделал отверстие больше чем нужно для центровки подшипника внутри основания. От прута отрезал кусок. На его торце нарезал резьбу для качельки сервопривода. Стыковка будет точно такая же, как и с верхним сервоприводом. После этого приварил ось по центру диска. Немного подточил и вдел в корпусный подшипник. Вставил сервопривод и сделал для него крепление. Можно сказать, что турель уже готова. Нужно только собрать и покрасить. И конечно же установить ее на багги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилась очень крутая рабочая турель. Старался сделать все по хардкору, без пластмассы и дерева. Но и стилистика багги очень хорошо вписалась в проект. Прям хоть сейчас, бери и едь в постапокалиптический мир красаут. Разваливать местные кабины. Поддержите меня и мой канал. Качайте игру по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok